Во времена 20-го века, где-то под бишкеком появился неопознанный объект на свет. Вобличь его вроде человека, извините, пожалуйста, глобую. Все, понеслась. Во времена 20-го века, где-то под бишкеком появился неопознанный объект на свет. Вобличь его вроде человека, вроде не калека, но у людей он вызывает жалость, еще чаще смех. Уж здоровенный, словно у мамонта, уколы внутривенные, пока организм слабый. Жил в четырех стенах, под лучами красной лапы, пускал из-за ортопены, получалось очень странно. Руки длинные были, как у горинок, не сгибаясь, чешет колени. И зубы кривые были, как у вампира, а лоб, как у дедушки Ленин. Объект подрастал, пошел в первый класс, а дети кричали, смотрите, какашечный. Мне потекли, когда слезы из глаз ему просто казался мир крошечный, красочный. Мир длиною в три километра, мир весом в три килограмма, мир, в котором часто не было света. Маленький мир с огромным запахом страха. Первый удар, первая боль, первая тишина. Первый удар, потом первый огонь, ему нравилось все сжигать. В пять лет шел тополиный пух, в девять автобаз ушел и поостыл. В тринадцать сжег для себя понятия друг, в шестнадцать последние были мосты. Сжигать мосты, страна, прости, он, отличаясь от других, с тобой на выпыл. Но он выпыл, уехал, не подав руки. Он не под обстрелом бежал от тебя. Ты самый красивый, но шаг с твоим пущем. Он от беспредела бежал, он устал. И стыдно признаться, но хотелось покушать. Просто покушать, просто наесться. Ты просто послушай, блядь, просто под детство. После осудишь поведение мерзкое, свою душу отмоешь, как посуду до блеска. Он, как Гагарин, поднимался и падал. Был сильным, когда надо, когда надо, был слабым. И часто, купаясь в лучах чужой слабы, он понял, ему больше не надо ее. Говорили, что таких один на миллион. Одни желали долгой жизни, другие живьем пусть гниет. Но он не отступал и двигался вперед, не представляя, что в конце дороги его ждет. А там для него горит отчет. Пойдемся, пойдемте кричить. И теперь немножечко пошутим. Эти шутки я еще для вас написал. Подстава, шутка-подстава. Еду как-то в полном поезде и вдруг от бабушки рядом исходит дикий звук. Фух. Лет дальше вокруг тишина и странная боль. Тишина. Я гашусь на твою бабулю, всем понятно, кто пустил шептуна. Прихожу домой, вспоминаю, смирюсь и падаю на пол. И тут внезапно знакомый звук, знакомый звук. И смешно, недовольные медведи. Хватит Машенька по лесу в потемках. Видит Мишутка, Мишутки играют у елки. Маша, хорошая палачелка. Довольны медведей, но голодные волки. А это московская современная. Рыжий, наглый, конопатый. Убил дедушку с травмата. Так, немножко переделанная поэзия для инсайдеров. Белая береза под моим окном. Принапрылась снегом, хорошо живет. И туда же дальше. Мороз на тесто, в день чудесный. С утра идем к барыгой вместе. Борая красавица, окстись. Деревенская задорная. В лесу раздавался топор дровосека. Потом из лесу вышел без руки коллега. На вопрос, что с руками, как таким стал? Отец дровосек, профессионал. А вот немецкая, знаменитая сейчас. Он сейчас переедет, наверное, туда, где его не найдут. За месяц все знает Германия. Кого я сейчас назову? Белбелбелбелбелб waar comments в местах? Спасибо, Мат herkes. Спасибо, Мат personality! Белбелбелбелбел!